Проехать на велосипеде и не сбить кегли, провести массаж сердца и остановить кровотечение. Юные инспекторы дорожного движения соревнуются друг с другом, демонстрируя свои знания. В Новом Уренгое проходит ежегодный городской конкурс «Безопасное колесо». Он собрал учащихся всех школ города, включая район Карачаева. Команды, которые лучше всех справятся с заданиями, отправятся на окружной этап. Слово Марии Федорчук. Прежде чем начать движение, водитель должен пристегнуться, а велосипедист надеть шлем. Когда все правила соблюдены, юные инспекторы приступают к выполнению задания. Впереди дистанция, полное препятствий ее. Необходимо пройти за кратчайшее время, при этом не сбив кегли. Для большинства участников это самое сложное задание. Тут необходимо все держать под контролем, следить за равновесием во время резкого поворота и не бояться въехать в горку. Глядя, как соперники лихо справляются с задачей, Кристина Бондаренко не смогла сдержать слез. Я очень сильно боюсь, что я не смогу это сделать. И просто начну, можно сказать, плакать на соревнованиях. Просто меня снимут. Мы каждый день ходили в школу, тренировались там. Мы проходили, готовились, готовили ПДД, медицину, чтобы у нас все хорошо получилось. Моя цель, чтобы хорошо пройти и поехать на международные соревнования. Как оказалось, дети волновались напрасно. Все справились с заданиями, даже с теми, где требуется знание медицины. Как вообще вы будете делать искусственное дыхание? Получается, нужно закрыть нос, наложить салфетку и начать качать воздух. Дышать немного, да? На детских плечах лежит ответственность за жизнь условно пострадавших. Медлить нельзя на счету каждая минута. Поэтому необходимо быстро ответить на попавшийся вопрос. Например, как остановить кровотечение, наложить повязку или сделать искусственное дыхание. Мне попалось задание, получается, надо провести закрытый массаж сердца. Ну, закрытый массаж сердца надо проводить 15-20 раз, получается. И потом надо обязательно проверить, какой у него пульс. Ну, если не получается, то вызвать скорую помощь. Следующая площадка творческая. Дети рассказывают о важности соблюдения правил дорожного движения. Им помогают песни, танцы или стихотворения. Если красный свет горит, это значит путь закрыт. Желтый, подожди чуть-чуть, будь готов продолжить путь. А зеленый свет горит, это значит путь открыт. Правила ты эти знай. И смотри, не нарушай. Дети на самом деле очень сильно переживают. Очень волнуются. Но, тем не менее, мы смотрим, что подготовка очень хорошая у ребят. То есть, педагоги с ними занимались. Уровень достаточно высокий. Конкурс проходит в два дня. Завтра участникам предстоит продемонстрировать знания правил дорожного движения. Сдать экзамен по теоретической части. После жюри выберут сильнейших. Они и будут представлять наш город на окружном этапе. Мария Федорчук, Богдан Жителев, Служба новостей «Импульс».